Друзья, приветствую всех. Михаил Шетельман, Дарья Счастливая. Мы начинаем. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Михаил, вот я готовилась к интервью с вами, и тут прочла издание The Insider, сделала огромное расследование. Прикожин считает, что девственница заряжает его энергией, как был организован гарем владельца частной военной компании Вагнера. Оставив Петербург, Прикожин лишился не только своих роскошных дворцов, бизнес-центров и медиа-империй. Как выяснил издание The Insider, частью образа жизни путинского повара были девушки на грани совершеннолетия, которых держали для него в специальном отеле. Причем особое предпочтение Прикожин отдавал именно девственницам. Согласно его теории, это помогало ему замедлить старение. The Insider удалось поговорить с одной из девушек, которая продала Прикожину свое самое дорогое и очень об этом пожалела. Михаил, как вы относитесь к такой информации, которую публиковали уже многие телеграм-каналы? Вот эта информация 25 июля, она вышла в медиа. Ну, это не первый такой случай в истории, как говорится, когда какой-то подобного рода человек считает, что девственницы или вообще молодые гурии помогают ему сохранить... Молодость. Молодость, да. Ну, и Берия, как известно, был знаменит, вроде бы, по слухам, как минимум, этим. А уж всякие цари там древние, сколько хотите. Махатма Ганди, например, он хотя вроде бы как сексом не занимался с этими девственницами, но спал он с ними, причем их регулярно менял. Это прям знаменитая история была. Вот. Неизвестно, там занимался ли он сексом или нет. Вот. Почему эта девушка там жалеет? Вот непонятно. Мало денег взяла или что это, я не знаю. Ну, а возможностей у Пригожина при этом было много, потому что в Африке, в общем, туда развит секс-туризм. Там все это стоит гораздо даже дешевле, чем в Санкт-Петербурге. Поэтому я думаю, что этот инсайдер просто смог проникнуть только в тайны Санкт-Петербурга. А я думаю, что если покопаться в Африке, там в каждой стране у него найдется не одна и не десять таких случаев, да. Не, ну, если это правда, я же не знаю, да, естественно, я не могу это проверить. Я говорю всего лишь к тому, что если, ну, если это правда, то это неудивительно. То есть ни впервые, ни единственный он такой с такими заморочками, как говорится. Это очень легенда распространенная. Ну, да, в общем, уже все обсудили, и мы, что говорится, немножко тоже обсудили. Ну, а теперь достаточно такая тоже резонансная вот на сегодня тема. Путин приехал на Валаам, чтобы помолиться о победе в войне против Украины. Владимир Путин в понедельник вместе с Лукашенко посетил Валаамский монастырь. Там президент России и Беларуси приняли участие в молитве о даровании победы русскому воинству. Как вы вообще к этому относитесь? То есть все плохо уже у Путина, что он уже приехал на Валаам, чтобы помолиться о победе России против нашей страны. Ох, ну я, естественно, как человек, не имеющий отношения никакой религии, ко всему этому отношусь, как бы со скептицизмом, потому что ко всему этому движению. Потому что, ну хорошо, каждое из воинств издревле так, собственно, опять-таки, знаете, вот как с девственницами, да? Это же история-то постоянная на все века, на все века. Во все века все эти самые цари какие-нибудь там, вожди, князья, неважно, как их назови, они считали, что вот их бог, он более прав, чем тех бог вторых, против которых он воюет. И это было просто постоянно. И, собственно, победа в войне доказывала, что наш бог круче. Другое дело, что все-таки в древние времена, как бы проиграть в войне, это означало конец. Просто конец карьере, конец, скорее всего, твоему воинству и, скорее всего, конец твоему народу. Твой народ брали весь в плен, и твой народ переставал существовать. Поэтому получалось, что действительно тот бог, короче, который победил, он точно круче. Смотрите, того бога он тоже уничтожил. Ведь, ну там, не знаю, даже евреи, если взять, воевали, они вырезали такое племя, сякое племя, пятое племя. Почему? Потому что там написано, у тех другие боги, этих давай до свидания, значит, тех, у кого другие боги. И все те боги были забыты. Так все время было. Кроме разве что римлян, которые всех побежденных богов включали в свой пантеон, то есть забирали себе и говорили, да, это наш бог теперь тоже. У нас было 48 богов, а теперь 49, после того, как мы очередное племя победили, а у него был свой бог. Но это такая примитивная языческая традиция, языческая, прошу заметить, традиция. И странно, что христианский вождь, каким себя считает Путин, следует языческим традициям, традициям многобожия. Вот, но, ну как бы, мне кажется, что бог на стороне хаймарсов все-таки, а не вот этих, не валаамов. Как вы вообще оцениваете то, что Путин подумывает вместе с Лукашенко напасть на Польшу? И, значит, Лукашенко вообще попросил Путина оградить Запад Украины от поляков. Я хотела, чтобы вы просто посмотрели фрагмент, во-первых, вот этот жесткий фрагмент Путина по отношению к полякам. ...позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве вот забыли об этом. Мы напомним. Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожарнения, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. Мы на это будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Вот такая вот угроза. Михаил, как вы это оцениваете? Ну, потом, естественно, что Лукашенко сказала сейчас на военной компании «Вагнер», но давайте начнем вот с этого. Это угроза о нападении на Польшу? Да, конечно. Мне кажется, это тот самый случай, когда вот шутки кончились. Вот все до этого это было хихихаха, там весь Пригожин, Валаам, это все были, так сказать, журнал «Крокодил», юмор, Шарли Эбдо. А вот это нет, это не в Шарли Эбдо идет, это в серьезный совершенно раздел, это серьезнейшая угроза. Вот это, кстати, настоящий Путин, чтобы вы понимали, да, во всей этой теории там двойников, в котором я уже являюсь сторонником за время войны, просто рассматривая Путином под микроскопом буквально и слушая его каждый день. Я вот лично уверен, что ни один человек, ну, все, что мы видим в телевизоре, это ни один человек, как минимум два разных человек. Может, больше, я не знаю. И, конечно, я не могу там на 100% говорить, когда какой, это все тоже очень сложная история. Просто я видел несколько случаев, когда это точно был не Путин. И, ну, вот сейчас вот это вот выступление, которое вы мне сейчас показали, вот это тот самый Путин, настоящий. Потому что мы его узнаем, узнаем всю его риторику, всю его речь, все его слова. Он то же самое говорил, вы знаете, даже не только про Украину. Если вспомнить, он когда-то на встрече с бизнесменом говорил, а почему такой-то не пришел? Ах, он не пришел, так мы ему напомним, мы к нему сейчас доктора пришлем, если он болеет. Вот эта вся риторика дословно его, настоящего, того Путина, которого мы знаем 23 года. И, кроме того, все вот эти слова он употреблял в отношении Украины, прямо эти. Что мы напомним, мы поможем, мы вам объясним, что такое настоящая декоммунизация. Эти земли там создал Ленин. Вот прям все, все вообще дословно. И тогда некоторые, я в том числе, не верили, что он пойдет по-настоящему войной на Украину. Но оказалось, что он пошел по-настоящему. И вот мне кажется, что сейчас было бы как-то неразумно сказать, не, ну он же не пойдет, ну как же, там, НАТО, ну не может же быть. Так тогда тоже не могло быть, когда на Украину пошел. Тогда тоже не могло быть, а случилось. Поэтому да, они готовят войну против Польши, как минимум, как возможный сценарий. Они тогда с Украиной, скажем, они же требовали что-то от Запада. Типа, выведите войска на, господи, куда там, 1997 какой-то год бредовый, да, там. Ну тогда это казалось бредом, откровенным все эти заявления МИДа. Сейчас они тоже что-то там требуют. И вот типа эти выполнения, если эти требования не будут выполнены, они не будут выполнены, конечно, ни тем, кто такой Путин, чтобы требования кто-то выполнял. То да, они могут начать войну против Польши, я вполне в это верю. Вот это все похоже на настоящее. И тут, вспоминаем Лукашенко, который приехал к Путину, который сказал, что ему частная военная компания Вагнер, тот Пригожин, у которого собственный гарем, сказал, что они хотят пройтись до Варшавы на экскурсию. То есть это такой вот момент, я предлагаю все эти фрагменты просто посмотреть. Начали напрягать вагнеровцы, просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну и втихую мы же контролим, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешу. А Жешу для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларуси. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное. Они знают, что происходит вокруг союзного государства. Но это так штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя. Михаил, то есть правильно мы понимаем, что они будут торгаться в Польше, используя частную военную компанию Вагнера? Во-первых, вот я сейчас призываю, вы знаете, всех зрителей, кто нас сейчас смотрит. Вот сравните. Просто вы показали два отрывка. Сравните Путина из прошлого отрывка и Путина, который сейчас был в начале, когда он слушал Лукашенко. Ну просто не спутаешь, что это два разных человека. Это два разных человека. Да, это два разных человека, конечно. Кто? Это не настоящий? Вот сейчас я посмотрю. Первый был настоящий, сейчас не настоящий. Давайте еще раз. Вот этот вот, это не настоящий Путин. Это его двойник. Ну конечно, ну посмотрите, ну посмотрите. Ну сравните. Сравните с человеком, сравните с внешним видом человека, который только что рассказывал это про Сталина, про вот это вот напомним. Вот сравните его. Ходбородокс. Ну вообще, вот этот человек и тот человек, это что, один и тот же человек? Вот очевидные два разных. Слушайте, второй моложе лет на 15, понимаете, вот этот вот. Он, кстати, когда фотографировался, они потом вот этот с Лукашенко вышли же фотографироваться к людям в Кронстате. Вот этот, кстати, фрагмент, который хотел вам показать. Люди важнее. Да, вот, видите. Нет у нас карантина. Смотрите, какого он роста. Он там фотографируется с девушками, он там выше всех сейчас будет. Вот, там тоже как бы весьма сомнительное, да, какое-то. То есть, вот это вот настоящий Путин? Да, какой-то очень сомнительный. Вот. Это двойник, вы считаете? Да, 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 да. Вот этот вот, да. Вы знаете, очень многие аудитории пишут, что как могут существовать настолько два похожих человека. Это действительно в практике исторической существует, что мы можем встретить такого же, как и мы, вот что. Давайте просто еще раз. То есть, это действительно двойник, вы считаете? Конечно. Так они не должны быть изначально похожи. Вы что? Этих людей делают, естественно, искусственно плюс-минус. То есть, берется только общая фактурка такая, да. Но посмотрите на фотографии. Вот есть много фотографий в интернете, гуляет, кому не лень. Смотрите на актеров и их каскадеров, которые постоянно их заменяют, да, дублеры, которые постоянно с ними работают. Да, он действительно моложе. Это с трудом, собственно. Значит, если вы посмотрите, из человека, естественно, делают. То есть, вы понимаете, сколько вложено в этого двойника. Внешность изменить, но не проблема. Огромное количество косметических операций, то и сё, меняется форма чего угодно. Ну, берется только основа такая похожая. Дальше все остальное доработано, конечно, доделано. И голос, я думаю, импланты ему вставлены, какие голосовые. И голос генерируется вот такой. Всё. Поэтому это всё, естественно, ненатуральным образом. Вот. Ну, слушайте, есть же такие примеры в истории. Вот есть даже фотографии. Слушайте, ну, исторические кадры есть, когда обнаруживают в Берлине двойника Гитлера. Да, вот в смысле убитого уже двойника Гитлера возле рейхканцелярии. Есть пойманные физически двойники Саддама Хусейна. Но они физически пойманы. То есть это же ничего нового. А кто такой Саддам Хусейн? Кто выращивал Саддама Хусейна? КГБ СССР выращивал Саддама Хусейна. То есть уж чего-чего Путин знал, что как выращивать двойников. Поэтому Саддам Хусейн. Тут как бы нет каких-то чудес. Не надо подумать, что здесь прям что-то такое происходит неимоверное. Кстати, обратите внимание, что во время разговора с Лукашенко нам же показали говорящего Лукашенко, а не говорящего Путина в основном. Правильно? То есть всё-таки этому самому двойнику редко и мало дают говорить. Ему не дают так вот там полноценные речи произносить, как настоящему Путину. И его, конечно, не пускают к незнакомым, как бы к людям, которым нельзя. Не могут пустить двойника там к директору председателю СИ. Ну не могут, да? Это естественно, потому что председатель СИ не пойдёт встречаться с двойником. Лукашенко, он как бы свой в доску. Он всё знает. Лукашенко встречается с двойником регулярно, и он знает, что это двойник. Я вам скажу, да, конечно. Если вы посмотрите прошлую встречу Лукашенко с Путиным, которая была где-то в Сочи, по-моему, ну ещё вот пару месяцев назад, может месяц назад, где двойник вдруг начал рассказывать про урожай о зимах. Там Лукашенко за животик хватался от смеха практически. Когда тот ему начал заливать, что он сейчас будет собирать урожай о зимах, Лукашенко, что? Где вы собираете? Здесь? Когда? Сейчас? Ну ладно, тогда я поехал, сказал Лукашенко. Вот так вот прямо это было. То есть он откровенно издевается ещё периодически над этим двойником. Ну когда тот совсем какую-то чушь несёт. Поэтому, конечно, есть такие вещи. Я думаю, что Лукашенко – это единственный, единственный из зарубежных лидеров, конечно, который, зная, посвящён в эту тайну. Потому что, конечно, чужим это знать нельзя. И в серьёзную зарубежную поездку никто, конечно, двойника не отпускает. Иначе бы он и в ЮАР поехал, может. Но нет, такого не бывает. Там есть определённые ограничения. В том смысле, что иностранные лидеры, они же прям не идиоты, да, и не захотят сидеть рядом с Лукашенко, в смысле с двойником, извините, Путина. Поэтому это всё такое. Это в определённых ситуациях. Вот здесь, слушайте, для чего вот этот вообще спектакль был? Кроме Польши. Польшу сейчас мы обсудим вот отдельно, в том числе ЧВК. Но спектакль в Кронштадте был весь произведён для одной фразы и одного смысла. Вот с этого суматоха с селфи в Кронштадте. Значит, у Путина спрашивают, Владимир Владимирович, а как же карантинные меры? Да. Карантинные меры, народ важнее. Человек, по которому мы точно знаем, что к нему люди по две недели сдают кал каждый день, чтобы попасть, да? Мы это точно знаем, почему. Ну, потому что это уже военкоры говорили, те проговаривались, ну, все проговаривались про этот карантин. Все люди, которые реально встречались с Путиным, проговаривались. И, соответственно, карантин – это факт. Ну, про Путина карантин – это факт. Вот. И понятно, что всё вот это – это Путину, ну, двойнику, да, в этом случае, поручили отмазывать Путина от истории про двойников. Ну, потому что все понимают уже, вся Россия смотрит на это, весь мир смотрит на это. Весь мир не верит, что это настоящий Путин в Дербенте с девочками целуется. И Путину самому поручают отмазываться от этой истории рассказами про то, что народ важнее, чем двойники. Понимаете, вот это большая часть позора. Потому что что сейчас происходит с Путином, почему ему надо от этого отмазаться сейчас, а раньше не надо было. Ну, потому что раньше у него никогда еще авторитет Путина внутри российской верхушки, внутри, подчеркну, да, не был так низок. Российская верхушка – это не Медведев и Патрушев. Российская верхушка – это мэры, губернаторы, там, не знаю, военкомы, городов и так далее. То есть очень много людей. Вот среди них авторитет сегодня Путина на нуле. Почему? Первое. Когда, ну, войну, понятно, они все же знают про войну. То есть им, народу он рассказывает, что все цели выполнены, мы еще не начинали и так далее. Они все знают. Это они отлавливают призывников, чтобы отправлять их на фронт, и потом получают трупы, и потом объясняются с родственниками. Это же все местные власти, правильно делают? То есть они знают, что на войне он как минимум не преуспел. Никто пока не говорит, проиграл войну. Потому что пока не проиграл, и мы пока не победили. Но точно не преуспел и целей не смог достичь. Это раз. Второе. Этот же самый Путин сбежал, когда случился мятеж. Это, конечно, страшный был по нему удар. Он сбежал. Как сегодня, кстати, написала Вашингтон-Пост, он был парализован или как-то так, ну, в смысле, оцепенел, оцепенел то, что происходит, и не отдал ни одного приказа за время мятежа. Это пишет Вашингтон-Пост. Уже у него данные разведки такие. То есть это уже совсем как бы всем настолько известно, что происходило с Путином. Сбежал, и сбежали все его подчиненные. Просто каждый из подчиненных Путина непосредственно сбежал и останавливал почему-то мятеж Лукашенко, а не кто-то из тех, кто должен был его останавливать. Ни Патрушев, ни Клокольцев, ни Золотов. Нет, Лукашенко останавливал. Так все разбежались. Дальше. Это второй удар был по Путину. И третий удар – это история с ЮАР, и в целом с ордером на арест, который говорит, что Путин не выездной, который не может вести международных переговоров, не может защитить интересы никого перед международным сообществом, потому что он не способен выехать из страны. Так кому он сейчас нужен? Он кто такой вообще? Он для всех помеха, для всех он всем только мешает. Поэтому он сейчас доказывает, и когда они еще знают, что двойника им все время показывают, это для них всех как бы несерьезно. Для них всех несерьезно. Поэтому они сейчас пытаются любой ценой спасти образ Путина, в том числе такими вещами. И Лукашенко-то привезли для этого же. Чтобы он тут, значит, пощелкал клювом рядом с Путиным, показался, что ну как же, не можешь же быть, вот вы же сами спрашиваете, да, Дарья, не может же быть, что Лукашенко там знает, что двойник у Путина? И такие, какой-нибудь губернатор Чукотки думает, ну, значит, настоящий Путин, но не может же быть, что Лукашенко, да? А может. Я вот в какой-то момент сначала думал, что нет, потом подумал, что да блин. Я посмотрел на эти кадры, думаю, ну точно. На следующий день Соловей, генерал СВР, все говорят, это был двойник. То есть я еще не знал, но у меня уже были такие подозрения, вот просто по этой картинке. И тут Соловей говорит то же самое. Я понимаю, что может, у него нет инсайда, но просто даже если он видит то же самое, что я, уже как бы это мне о многом говорит. Мы же с ним не знакомы, да? А видим как бы одну и ту же картинку. Вот что мне показалось в этот момент. Ну, значит, я не один такой. Это не идиот и не сошел с ума. Поэтому да, я абсолютно верю, что это двойник. Теперь переходим все-таки к Польше, на которую снова замахнулся-таки вот этот Лукашенко. И рассказ, для чего везет опять-таки цирк с конями. Кстати, тоже, знаете, меня поразила история с профессором Соловьем. Я сразу, как только все это увидел, сказал, что они похожи на дуэт комиков. Ну, вот Путин и Лукашенко вот в этой сцене, где они сидят на креслах и все это разговорят, что это комический дуэт. И стал даже вспоминать советские комические дуэты и сказал, что это Тарапунька и Штепсик. И что вы думаете? Вышел Соловей, сказал, что это советский комический дуэт. Он сказал, что это Бим и Бом, или же там еще какой-то, я не помню, он пример привел. То есть он мне привел тот же самый пример, но то же самое, те же самые слова про комический дуэт. И естественно, что мы с ним не договаривались, потому что профессор Соловей, он ролики записывает в воскресенье днем, даже когда я в прямом эфире. То есть мы не видим. А его ролик выходит позже, в понедельник. То есть мы независимо друг от друга говорим одно и то же про вот этих людей. Поэтому это, конечно, комический дуэт, такой советский, им написан сценарий, они все это говорят. У Лукашенко зачем бумажка? Ему написали и выдали, что сказать. Вот про этого Вагнера, про эту Польшу. Ему дали сценарий, что говорить. Чтобы, не дай бог, Путину не пришлось там что-то отвечать и влезать в это все. Значит, они действительно вместе на пару сейчас угрожают миру, угрожают Польше. Лукашенко вызвали, чтобы он помог с этими угрозами расшифровать для Запада угрозу, что, дескать, смотрите, мы нападем при помощи ЧВК Вагнера. И если Запад не пойдет на условия, давайте так, Россия, какие условия, не знаю, не знаю. Но я думаю, что как раз по дипломатическим каналам их передают. И я подозреваю, что условия, конечно, это перемирие сейчас на украинском противе. Ну, то есть, перемирие вот здесь у нас. Это требования Российской Федерации. И на эти требования, конечно, никто не пойдет. То они могут с большой вероятностью да, пойти, да, силами ЧВК Вагнера. Они наивно рассчитывают. Вот правда, реально, это все такой детский сад, да, это прям выступление из детского сада. Они вдвоем верят, что мир должен, значит, поверить, что ЧВК Вагнер само по себе. Или, по крайней мере, они думают, что ну как, на Западе же люди такие, политкорректные же, правильные, все же по закону. И на Западе же сейчас люди скажут, нет, ну это же ЧВК Вагнер, что, никто же не виноват, правильно? И заметьте, вот почему Путин, в первой речи, которую вы его включили, про Польшу, что он сказал, нападение на Беларусь будет рассматриваться, как нападение на Российскую Федерацию. Для чего я это сказал? Потому что он понимает, что если ЧВК Вагнер из Белоруссии зайдет в Польшу, он говорит, вы, дескать, не будете иметь права бить по Белоруссии в этот момент. Причем ни вы, в смысле, Запад, ни Украина. Но мы-то будем бить, если нам поляки попросят, мы же пойдем на Минск, вообще легко, правильно? И поляки пойдут на Минск, и ракеты полетят на Минск, американские в смысле. А кроме того, они полетят в этот момент на Россию, конечно. Если ЧВК Вагнер нападет на Польшу, то американские ракеты полетят уже в Россию. Потому что, ну что думаете, они тоже будут говорить, нет, только, пожалуйста, не применяйте, все стреляйте только по территории Польши? Ну, нам они говорят, вот мы вам даем оружие, но вы имеете право, им пользуются только на территории Украины, не имеете права бить по России. Но если на НАТО будет нападение, они что, тоже будут бить только по территории НАТО? Но они же не такие, наверное, там совсем уж правильно сидят. Как раз они-то будут бить по территории Российской Федерации. Причем это будут такие удары, как бы останавливающие. То есть, в чем воевать на территории Польши, пытаться воевать с 10 тысячами наемников, так проще один раз долбануть по Кронштадту, в котором были, кстати, Путин с Лукашенко, причем долбануть там с 5 из 10 американских авианосных флотов, да, просто там тамагавками, и сказать, будем продолжать или мы на этом закончим, вы как хотите. И Россия скажет, мы закончим, потому что у России нет инструментов с этим бороться. Ну, либо ядерная война, либо ядерная война. Но если нападение на НАТО и бояться ядерной войны и что-то не делать, это уже, извините, как бы противоречит смыслу существования НАТО. НАТО сделано, чтобы вести ядерную войну в том числе, чтобы быть готовым к ядерной войне. Ради нас они не готовы принимать участие в ядерной войне, но ради себя-то они готовы, наверное, НАТО, в смысле, участвовать в ядерной войне, если что. Поэтому, да, это настоящая война, она, возможно, впереди. Еще одного вспомню российского, уже даже украинского, знаете ли, политолога, Невзорова. Дело в том, что Александр Глебович за год до войны предсказал вообще все, чем он меня, конечно, потряс. Я тогда его, ну, я знал его, слушал, но я не запомнил, естественно, то его выступление. Оно всплыло, когда началась война уже, когда уже где-то был месяц нашей войне, вот там, в конце марта. Всплывает выступление Невзорова за год до этого, 21-й год. Невзорова говорит, что когда Россия нападет на Украину, то за первую неделю будет уничтожено 5000 россиян, 5000 российских солдат. Потому что колонны, которые пойдут на Киев, будут неподготовлены, а украинцы профессиональные бойцы, они все это разнесут к черту. Он все это дословно рассказывал за год до войны. Я такой, блин, ничего себе, чувак-то как бы, ого-го, предсказатель. И там же, в этом самом видео, в котором он все это предсказывает во всех подробностях, то, с чем мы столкнулись и что для нас стало сюрпризом, он там же говорит. И тогда Россия, когда не справится с Украиной, начнет войну против какой-нибудь еще страны, он там называет, как пример, Литву, еще что-то я уже не вспомнил. То есть вот, вот, пожалуйста, вам сбывается часть вторая прогноза Невзорова, мне кажется. То есть вы прогнозируете, ну, действительно, знаете, ситуация, что вот буквально несколько дней назад появилась информация, что Байден отказывает Польше в размещении тактического ядерного оружия Польши в это время, когда СНН подтверждает, что на территории Беларуси уже размещено тактическое ядерное оружие. И тут я опять вижу слабость Запада. То есть Байден отказывает. Он не хочет эскалации, он снова не хочет, чтобы Путин нервничал. А Путин говорит, так я на Польшу нападу. Так подождите, тактическое ядерное оружие дело житейское. В том смысле, что если Россия применит тактическое ядерное оружие, то Америка может применить его из Германии. Америка может, вот тут я не помню, есть ли оно в Турции, просто не вспомню, не знаю даже точно, да, есть ли ядерные ракеты в Турции. Ну, какие-то ракеты есть, а если там ядерные, я не знаю. Есть ядерные подводные лодки США, например, в Северном море, пожалуйста, сколько угодно, да, то есть стреляй не хочу по России из Северного моря. Поэтому инструментов применить ядерное оружие против Российской Федерации у Америки сколько угодно, просто сколько угодно. Для этого не нужно иметь тактическое ядерное оружие в Польше. Отказал, это плохо, это слабость, да, соглашусь, но это не означает, что не будет ядерного ответа. Конечно, будет, о чем сомнение-то. Если применят ядерное оружие России против Польши, будет ли ядерный ответ со стороны НАТО? Обязательно будет. Я даже подозреваю, что будет, если против нас применят, но это так мои личные подозрения. Но уж если против Польши, конечно, а иначе тогда все, просто мир можно закрывать, понимаете, просто всю лавочку можно закрывать. Вашингтон можно на ключ закрывать. Кто они такие после этого, если они не применят? Тогда нужно делать новый Вашингтон здесь в Киеве, да, прям реально сказать, ну как, раз у вас НАТО развалилось, вы не ответили, то мы с поляками, с литовцами там, кто еще согласен с нами воевать до конца против России? Вот мы сделаем новый тогда центр мира. Ну серьезно, новый центр западной цивилизации. Римская империя, как вы помните, у нее столица переезжала. Была Римская империя со столицей в Риме, а потом стала со столицей в Константинополе. Ну так вот Вашингтон, Вашингтонская империя тоже может переехать, если вдруг не решится вступить в войну против варваров, да? Михаил, в завершении две темы, почему арестован Гиркин и как вы оцениваете атаку беспилотников по Москве? То есть мы понимаем, что, например, Христо Грозев написал, что это квадрат, там, где находились секретные объекты ГРУ. Ну там, безусловно, ничего не постраждало, но это прецедент. Вот как вы к этому относитесь? Давайте начнем с атаки на обернобороны, а потом уже до ареста Гиркина. Ну вы знаете, про ракетную атаку я оцениваю, я сейчас шучу, конечно, на четыре с минусом, потому что цели были хорошие, но мы не попали. Тоже, кстати, удивительным образом, ну это я просто, извините, что я такой хвостун, но за день до этого, выступая на канале Штельман у себя в стриме, я сказал, что в ответ на обстрелы Одессы президент Зеленский обещал какой-то серьезный ответ против России, и я придумал только две версии. Либо мы должны ударить по какой-то подводной лодке Российской Федерации в Черном море, если у нас такие инструменты есть, ну когда она там где-то, ну при помощи вот этих дронов, да, я имею в виду. Либо мы должны поджечь здание Министерства обороны Российской Федерации. Вот я высказал две версии. Я это сказал в воскресенье вечером, уже ночью с воскресенья на понедельник мы пытались сжечь здание Министерства обороны Российской Федерации. Но то, что не получилось, ну не все же получается, не все в руках наших храбрых воинов. Иногда получается, иногда нет, в этот раз не вышло, в следующий раз обязательно подожжем. В это я как раз верю. И, кстати, сегодня, ну это россияне сообщили, у нас не проходило это сообщение, но россияне сообщили, что мы таки напали на их корабль, 350 километров от Севастополя, на юго-запад, то есть, грубо говоря, туда в сторону Босфора. Мы напали на корабль, который называется какой-то там Попов, что-то такое. Не помню, Попов, наверное, Попов, да. Вот, и два дрона наших надводных туда на него напали, но, как сообщают россияне, они отбили эту атаку. То есть мы корабль тоже пытались утопить в Черном море российский. Вот, так что мы и то, и то сделали. Ну, мы не знаем про корабль ничего пока, потому что наши пока ничего не сообщали, данных пока нет, но вот по Москве, к сожалению, не попали, куда хотели, они смогли себя защитить. Что касается Гиркина, кстати, важнейшая история, как мне кажется, просто важнейшая. Так. Гиркина имеет не только такое физическое значение арест какого-то одного конкретного человека, но, мне кажется, что у Путина, про которого мы с вами сейчас смотрим, я вот перечислил все его политические проблемы внутри России, внутри политические проблемы. Человек с такими внутриполитическими проблемами долго не живет. Не живет политически, я имею в виду, да, в смысле как во главе государства. Вот с таким большим количеством проблем. Ему нужно что-то делать. Значит, отменить то, что есть, те проблемы, которые есть, это не в его силах. Не в его силах отменить то, что он обделался во время мятежа, не в его силах отменить ордер на его собственный арест, это не в его силах. Не в его силах выиграть войну сейчас. Но что в его силах? В его силах начать репрессии против верхушки. То есть, чтобы верхушка его снова начала уважать, он должен начать репрессии против нее, чтобы они боялись. Раз не уважают так, пусть хотя бы боятся, и тогда снова начнут уважать. Это решение, которое многими применялось. Сталином, пожалуйста, сколько хотите. И таких людей вы можете вспомнить, кто устраивал репрессии против своих. Мао Цзэдун расстрелял всех своих соратников, Сталин тоже. Ну и кто же из таких тиранов не расстреливал или не съедал всех своих соратников. Поэтому Путину нужно сделать это. Это тоже, простите, Даша, за мое холостовство сегодняшнее, но на прошлой неделе буквально в нескольких эфирах я высказал эту версию. Меня даже один из российских журналистов, оппозиционных журналистов, естественно, Герековенко останавливал. Я говорю, Михаил, ну вы не говорите, не подсказывайте Путину, что делать. Я говорю, ну слушайте, это как бы очевидно. Все-таки учебники истории там советники читали, это будет очевидно. Что ему нужны репрессии против своих. И он их начал. Вот он начал, напав на Стрелкова, напав на ФСБ таким образом, потому что это полковник ФСБ, который действовал исключительно по приказу ФСБ. Не сам же он все это придумал. Вот. И куда это дальше забредет, вот вообще загадка. Не, тут многие думают, сейчас рассерженные патриоты там что-то. Нет. Рассерженные патриоты – это проект ФСБшный, и он никого не интересует. Важно, само ФСБ что-нибудь ответит или нет. Решится ли Путин продолжать вот эти все меры? Он наехал на Бортникова, по сути. Да, конечно, конечно, он наехал на Бортникова. А что будет дальше? Он будет сажать следующих? Или же будет откатывать назад здесь и снова позориться еще раз? Вот это вопрос. Вот это мы сейчас будем наблюдать. Вот, кстати, тут я не знаю, ну я не могу предсказать, но вот тот же Игорь Рекаленко, с которым я все это обсуждал, он сказал, что если Путин начнет репрессии против своих, то он же сам же и обделается, у него это не получится, и на этом он и рухнет. Мы будем надеяться. Тут я могу только надеяться. Тут я не обещаю, ничего не прогнозирую. Я не знаю, получится у него или нет. Я не настолько хорошо знаю Путина, не настолько внимательно за ним следил до войны. Михаил, ну тогда в завершении, возможно, вы нам дадите какой-то интересный прогноз или эксклюзив, который потом может сбыться через ближайшее время. Я бы тоже хотела быть причастной к тому, что вы потом в другом эфире сказали, вот я у Дарьи счастливый сказал, и вот смотрите, через месяц, что вы считаете, ну или, по крайней мере, какая тенденция грядет далее. Понятно, что вот все мы мечтаем, что мы войдем в Крым, вооруженные силы Крыма войдут в Крым, об этом пишут уже все, и тот же самый Гиркин Стрелков, вы помните, теорист, он сказал о том, что вот-вот будет прорыв на фронте, и скоро наш противник, имеется в виду ВСУ, победит, и будет большой прорыв. Вот ваш взгляд. Смотрите, он сказал про прорыв в Запорожьей области, да, что он будет, но это предсказание военных экспертов, я же военные прогнозы делать не могу, потому что я же... Вы политические делаете, да. Да, я про политику исключительно разговариваю, вот, ну, прогнозы, по крайней мере, делаю. В военной сфере я опираюсь, наоборот, на прогнозы других уважаемых военных экспертов. Роман Светан говорит, что мы сейчас прорвем Запорожье фронт, и одновременно Гиркин сказал, что мы прорвем Запорожье фронт, поэтому я просто им верю, это не мой прогноз, да. Ваш прогноз? Я, по-моему, за это время сделал прогноз про... Да нет, на самом деле, ну как вы слышите, я не знаю, это надо же конкретно, надо чувствовать, что что-то должно быть в воздухе, я же не могу так на ровном месте. Вот пока я знаю, что одно, но я не помню, я тоже говорил, что не может Вагнер сосуществовать с Лукашенко больше двух месяцев, вот начиная с сегодняшнего дня. Вот запомните, это сегодня 27 июля, 25 сентября не будет уже картины под названием «Вагнер мирно сидит в деревне в Беларуси». Что-то да грохнется, либо не будет Лукашенко, либо они вместе пойдут на Москву, либо они нападут на Польшу, но не будет вот этого мирного сосуществования Лукашенко и Вагнера. Это вот невозможно, так не будет. И в любом случае август всегда для Российской империи, для Советского Союза такой месяц для России. Ну, да вы знаете, в прошлом году в августе ничего плохого у них не случилось, хотя не помню, в Харькове, не помню, наступали в августе. Я бы все-таки, вот если говорить про такой прогноз, когда мы все-таки там, когда серьезнейшие изменения произойдут в войне, то я бы все-таки ориентировался на, вот я бы так осторожно сказал, до октября, до октября. Ну, октябрь тоже для Российской империи, для Советского Союза. Да, 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 да. Вот там произойдут уже совсем серьезные изменения. Тут уже просто вся математика меня как-то показывает. Но я не берусь сказать какие, не берусь. Это слишком было бы самонадеянно, слишком много уже факторов, слишком сложная у нас большая война, чтобы настолько говорить. Да, конечно, мы ждали генеральского бунта после генерала Попова, его заявления. Но генеральского бунта пока что нам, как говорится, не предвещает ничего. Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите комментарии, откуда вы нас смотрите, напишите, что вы думаете о всех предсказаниях Михаила Шейтельмана вот под этим видео. Подпишитесь на YouTube-канал мой. Даша, счастливая, подпишитесь на YouTube-канал Михаила Шейтельмана. Если смотрите нас для канала Прямой, нажмите на название, там будет возможность это сделать. Лайк, комментарий, подписка сделает так, что это видео посмотрит больше. Михаил, я благодарю вас и надеюсь до скорых встреч. Спасибо, Дарья, до свидания. До свидания.